Королевство Франция Июнь 1349 года Амитция, он уже близко! Он сейчас нас схватит! Не останавливайся! Он слишком быстрый! Ничего, нас ему не догнать! Нет, башня! Амитция, мы в полной жопе! Это он! Ах, вот уж эти грёбаные колючки! Я за вами не поспеваю, мать ваша! Ну, давай, колдун, поймай нас! Эй, тише, ты нашего злодея совсем вымотаешь! А вот и твоя башня, грёбаный злодей! Башня злодея, короче! Ах, он когда-нибудь вообще устает! Мне надо поучиться, как бы, немножко у него! Да брось, мы ведь день его, как бы, искали! Матушка просила его измотать, чтобы он хоть как-то поспал! Мужайся, колдун, мы тебя ещё покажем! Добрый день, всем привет, здравствуйте! Меня зовут Брейн, сегодня мы начинаем прохождение Plague Tale Requiem. Новая часть, спустя три года выпускают французские разработчики продолжение замечательной игрушки. Стелл свой про брата, про сестру, про братца, который чумной король, или кто он там, короче, он над крысами властвует, умеет ими управлять. Ты посмотри, какая красота! Да, 1300 год, всё-таки хороший был во Франции, да? Ай-яй-яй-яй-яй! Мне кажется, как будто я в нового Ведьмака зашёл поиграть. Что-то такое вот навеивает немного, да? В общем, игрушку я ждал, взял её по предзаказу, получил некоторый бонус, который мы дальше с вами посмотрим. Но пока давайте просто наслаждаться, смотреть. Я планирую её пройти, потому что мне нравилась первая часть, она была необычная, она была с интересной историей, и интересной лор, судя по трейлерам по второй части, которую мы сейчас играем. Здесь именно полное продолжение того, что было в оригинале. Новые истории, новые приключения, масштабы. Так, малой, а что ты тут суетишься? Ты уже Ламанда нанюхался, как мотылёк? Я собираюсь превратить тебя в какашку, а в таракашку, извиняюсь. А Митце, он слишком могуч, прячемся от него. Да, давай. Я буду считать до десяти, потом найду вас и уничтожу. Я нанесу вам превентивный удар, ублюдки. Так, всё, он, короче, готовит нападение. Карты у него с собой явно нет, а вот нам придётся спрятаться. Скройтесь от Луки Коварного. От Луки? Ты понимаешь, как получилось смешно, а? Юморезочка какая зашла. А Лука-то какой хитрый парень, бля. Хискамин, хискамин. Так, если он хискамин, хискамин, тогда надо куда-то деться, правильно? Я найду тебя, человек. Коварнейший, клянусь, что сварю суп из ваших пяток. Я слышу, что он где-то там. А, вот и где. Сейчас посмотрим. А вы пока наслаждайтесь видами, ставьте ролик в 2К. Собственно, оно красиво, симпатичненько. Привет. Где же они? Давайте поищем. Эй. Дядя, мы тут. Коварный вас обнаружил. Конец игры. Ты слишком коварный. Ну не отчаивайся, всё в порядке. Это было слишком просто, даю вам второй шанс. Додик, мы стояли прямо позади тебя. Ты не мог даже понять, что мы сзади дышим тебе в спину, потому что мы охрененно классно играем в стелс-игры. Десять очков Гриффиндору. Сейчас мы будем ещё лучше прятаться с тобой, правильно? Я верю! Я верю! Веки-веки! Это время школы. Я чувствую твой страх. Или это твои королевские носки так воняют? Так, погоди. Он, короче... Он же не будет останавливаться, правильно? Вот, он что-то ходит, думает. Он, скорее всего, может пойти назад, поэтому надо иметь это в виду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Полезли. Слушай, ну, по-моему, нормально. Если вы забыли основы стелса в этой игре, то, благо, такая мини-тренировка обычно помогает, правильно? Давай сюда. Давай сами его напугаем, короче. Поохотимся на него. Скройтесь от луки коварного. Зайдите за угол и нажмите, чтобы напугать его. Эй, я же напугал тебя! Вы же все видели, что там была комбинация испуга. Давай еще раз, пожалуйста. Я очень хочу еще раз. Ну, ладно. Мое злодейское черное сердце еще способно ощущать азарт охоты. Мы хотели немножко обмануть игру, но, видимо, что-то не получилось, потому что я нажал, а игра не засчитала, и я офигеть как расстроился. Так, ладно. Третий раз давай попробуем. Надо просто его напугать. Ну, типа как-то, чтобы он обосрался, чтобы все было в порядке. На этот раз не ждите пощады. Во мне не осталось ни капли жалости. Так, он идет сюда. Он идет сюда, значит, я смогу, наверное, где-то здесь перескочить. Как он это узнал? Я не знаю, бро, как он это делает. Ой-ой-ой. Да ну, ёп! Ты издеваешься, что ли? А ты зараза, блин. О, нет! Ха-ха! Этот замок мой! Теперь этот замок мой! Какое коварство! Ну, все. Я пойду дальше заниматься своими делами. Лука! Или лука, скорее всего. Ну, ты же алхимик. Я все еще ученик твоей матушки. Ладно, иди занимайся своими делами. Мы тут, короче, побытуем, немножко побесоебим. Ладно, хорошо. Я когда проходил первый раз, проверяя, как игра работает, ну, вот это вот обучение, типа, я его поймал. Но эта зараза решила, что во второй раз он, типа, не будет так уже делать. Он обернется именно в тот момент, когда мы к нему подойдем, понимаешь? В общем, продолжаем. Давай забьемся, дайте камни! А то, что можно с них упасть, Тиву мало волны, потому что он маленький, сука, мальчик. Хьюго прогуливается. Все нормально. Мое королевство. Процветало, пока на нас не напали. Злодейский колдун напал на нас. Да, злодейский колдун, блядь. Ой-ой-ой. Да, хорошие аналоги. Ну, в общем, как-то так. Я напоминаю любыми красотами обязательно, потому что... Где вы еще такое увидите? В наш это время неспокойное. Вот-вот. Ну что, здесь граница моего королевства. Это ветка рубеж твоих возможностей. Почему бы и нет? Берегись, Абазонка! Амитция, я вижу вражеские корабли. На горизонте вражеская шишка. Будем курить или отбой? Что будем с ней делать? Оставайся тут и топи их. Моя могучая проща к твоим услугам. Так, проща. Наша любимая с первой части игры. Я ее назвал прощей. А там, оказывается, проща. Я от тебя проща, а ты меня не проща, понимаешь? Они плывут. Злой магии не место в нашем королевстве. Шишечкам приготовиться. Атака. Противошишечная оборона. Смотри, как работает, а. А что бы нет? Такие шишки охереть. Они огромные. Мальчик. Мальчик на горизонте. Враг. Нет? Нормально. Привет. Хэллоу. Почему у них такой английский акцент? Нормально? Я просто хотел спросить, а можно ли с вами по шишкам подолбиться? Да, ты кто такой? Я Тонен. Я живу здесь неподалеку. Ладно. А мы хуга и амуниция. Хьюга и амуниция. Нормально. Я король, она моя полководец, короче. Мы сражаемся с армией чародеев. Тогда я буду пушкарем. Значит, к бою. Ну, давай. Так, шишечки. Эй-эй-эй, спокойно, малой. Раз, шишечка. Гасилова. Смотри, как работает, а. Ты здорово стреляешь. Ты немножко косой. У тебя все в порядке? Наша оборона для них слишком сильна. Шишки не пройдут. Скажем нет шишкам. Малой аж проперся, по-моему. Если он хорошо себя чувствует, значит, в принципе, и спать сегодня будет тоже нормально. На войне не до хороших манер. Так, мальчик, моя проща может тебе зубы выбить за такие слова, понял? Не до хороших ему манер. О-о-о. Так, тихо. Ба-бах. Ну все, мальчики, все, вы победили. Мы капитулируем. Капитуляция принимается. Ой, мне вообще-то пора. Я как-то это, заигрался немножко. Мне надо работать, помогать отцу и моим братьям. С тобой все в порядке? Да, мне надо это, бежать, короче. Он хороший парень. Идемте, мой король, война окончена. Пойдемте вдоль берега, к тем замкам и дворцам. Посмотрим, что творится там. И надаем пожопим и глупцам. Да точно, точно. Вот бы у меня был такой друг. Мы бы уже где-нибудь поселились, завели бы себе друзей. С тобой все будет нормально. Вы заметили, как много диалогов здесь, да? Я даже ни слова не успеваю ставить своего. Зато успевают эти двое. Эх, ладно. Придется карабкаться, как старые добрые. А вы заметили, что с первой части они особо не подросли? Потому что, типа, там промежуток времени маленький. Поэтому, поэтому вот как-то да. Но, блин, напоминаю вам, что надо любоваться видами. Здесь даже мухи кайфуют, понимаешь? Летать. Ты посмотри, какой огромный замок. Так, в атаку. Так, они побежали в атаку, побежали. Чочь. Под иным солнцем. Акт первый. Атакуйте замок. Нормально. Какая красотень-то, а? Ну, красиво, реально. Чего бы не сказать, если... Хоть сто раз. Может, кто-то зашел только на видос, а? О! Что у нас? У, у меня нету русской раскладки на клаве. Это Е, наверное, да? Е, по-моему. Заперто. Они подготовились. Проникнем здесь незаметно. Это хороший план. Отличный план. План шишечка. Проникнуть незаметно. Как-то здесь очень темно. Не бойся, мой король. Мы же не хотим застать их врасплох. Да, конечно. Мой король. Как мой орель. Так, пошли. Что тут? Кажется, солдат и колдуна где-то здесь. Надо осторожно себя вести. Ну, да. Вау! Сука! Ивать! Тарактель. Малой, ты живой? Но назад мы уже не вернемся. Вот что верно, то верно. На сегодня хватит приключений. Надо выбираться отсюда. Атакуйте замок. Амуниция. Что-то не все в порядке. Мы сломали крышу этим людям. Вдруг они нас убьют? Нет, у меня же есть проща. Хорошо. Чувствуешь запах? Ты обделался? Да. Ну, в смысле чувствуешь запах? Нет, это там не так было немножко, но вы поняли, короче. Запах есть. И это не то, что хотелось бы слышать здесь. Что произошло здесь? Все сгорело к чертовой матери. Эти корзины, это же ульи. Но зачем этих пчел сожгли? Я не знаю. Давай выбираться отсюда по-тихому. Давай. Вот что верно, то верно. Если вы смотрели первую часть, вы молодец определенно. Или молодец. Ну, в любом случае, вы хороший человек. Не забудьте лайк поставить. И этой тоже. Если не смотрели, посмотрите, потому что сюжет первой части определенно связан со второй. То есть тут как бы не абсолютно разные истории. Все друг дружку дополняет. И поэтому есть вопросы, на которые я, может быть, и отвечу вам попутно. А может быть, и вы сами знаете ответ. Что-то как-то слишком заумно получилось. Ладно. Хорошо. В общем, мы зашли в замок. Здесь херня какая-то творится. Опять дичь. Все было красиво, ярко. Ебать тарахтеть. Ты кто, блядь, чудовище? Сколько вас здесь? Стойте, мы не знаем, что это ваша земля. Случайно забрели сюда. Покажите нам дорогу, мы уйдем. Клянусь, я не знаю, что тут произошло. Мы ни при чем в ваших делах. Врешь, сука. Чертовы воры, блядь. Так, ладно. А ну вернись, собака немытая. О, тихо, нам сюда, явно. Давай. Вы в ловушке, вам не выбраться. Заткни пельку, мать твою. Сейчас мы найдем выход. Сюда, он не пролезет. Думаешь, мы с вами не поквитаемся, чертовы воришки, блядь? Прибежали на готовенькое. Село, блядь. О, нихрена, они его ботнули. Стой, дай-ка я отделу его. О, пощади, умоляю тебя. Раньше надо было думать, а не воровать у нас. Господи, мать ес. Вот теперь одни к нам больше точно не сунутся. Эй, слышите, я нашел еще двоих, мальчика и девочку. Вы не видели, они пробегали здесь. Нет, только вот этого ублюдка поймали. Короче, найдешь их, дай знать. Валим отсюда, махер. Начинается наш любимый стелс. Ай-яй-яй. Что-то не по зубам вам теперь наше мясо с медом, гребаные крестьяне. Ладно, пошли отсюда. Мать ес, иди сюда, деда зацепила. Ну нет, дедушка. Так, пока они, дедушки, оказывают первую медицинскую, мы быстренько сейчас в Глэпс, и мы уже здесь. Одна нога здесь, другая там. Все, мы тут. Боже, какая бойня. Это... Эй, кончай ныть, вдруг тут еще кто-то есть. Матис, мне что-то нехорошо. А мне насрать на это. Он не уходит. Он не уходит. Что будем делать? Инструменты. Это его отличок. Бросок рукой, снаряды рукой менее заметны. Нажмите табуляцию, выберите руку. Бамс. Кто там прячется? Выходи. Подлый трус, собаку жалко. Собаку завалили. Опять грязь, как в первой части, да? Чума, убийство, жесть. Все, как мы любим. Мы ничего не сможем сделать. Мы должны идти дальше с тобой, малой. Где этот засранец? Он должен сторожить эту гребаную ферму. А это он во всем виноват. Нам придется карабкаться. Тони, отживай сюда, чертов Лентиюга. Ладно. Нет, это же дом Тонина. Того мальчика, который с нами играл. Хорошо бы, если бы он жив остался. Но тут я не знаю, тут как получится. Тут смотреть надо. Давай попробуем. Давай. Сдует. Но хоть эти уцелели, слава богу. Так, он свалил. Давай сейчас, выходим. Гоу, 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 гоу. Бля, гребаные пчелы, что такое? Ай-яй-яй. Он идет сюда. Отверь. Хорошо, что он помогла, но ему не попало. Кстати, она могла спокойно попасть ему в голову, и тогда бы... Пара-бара-бам. И все. Он чуть нас не увидел. Стой здесь, будем сторожить по очереди. Кричит пасечник. Я понял тебя. Короче, какие-то злые пасечники. Очень странного вида. Так, снова ничего нет. Небось прячется. Амиция, смотри. Горшочки. Наши любимые. Так, что вы подобрали горшок. Нажмите табуляцию, чтобы его выбрать. Брошу ему за спину. Нажмите правую кнопку. Ну, управление в этой игре как бы нормально. То есть, тут вроде злоебных моментов нет. Так что... Блядь! Ой-ой-ой! Ой, какой, блядь, неудачный момент. Ладно, хорошо. Так, извини, Амиция, ради бога. Я не хотел, честно. Я забыл, что эти конченые мрази, они видят все, блядь. Даже в этих смешных одеяниях на лице. Поэтому придется как-то вот так вот. Мы просто слишком рано вышли с тобой. Надо было чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть по пожару. Так, забираем горшки. Время бить горшки, правильно? Так, бросим куда-то сюда, например. Вот он сейчас уйдет, и мы с тобой как раз пройдем. Правильно? Все. Хорошо. Святые угодники, защити меня. И что сенази, ДБС? Все, пошли. Так. Отлично. Все нормально. Пока нормально. Пока, в принципе, идет все очень даже годно. Надеюсь, это выход. Да, это выход. Ну, я вижу, что там пролезть можно. Тут вряд ли будет открыто. А-а-а, сука, заперто! Может быть, есть другой проход? Да, конечно, есть дырка. Блин, не обзывай меня так. Да я не про тебя, я про проход. Сюда надо пролезть. Давай, малой, все получится. Пожалуйста. Она типа немножко асэмерит, поэтому надо как бы тоже входить в этот асэмеровский стайл, понимаешь? Шепотом говорить. Кто-нибудь пробовал кричать шепотом? Открывай! Ой, хорошо, что эти старые двери не скрипят и особо внимания не привлекают. Ты нашли... Они нашли Тонина. Пошли. Нам нужно выбираться отсюда. Нужно помочь ему. Он справится. Он же хороший парень. Они убьют его, если поймают. А вдруг они и нас тоже завалят? Тихо. Ох, красивый замок. Не спорю. Но нам туда пока не надо, видимо, да? Я так понял. Что здесь? Там что-то есть? Мне кажется, все закрыто, да. Нет смысла макаться. Так, погнали. Ох, какие машины раньше были, да? Классно. Думаешь, сюда можно? Нет, тут закрыто. Ну, проверить надо было в любом случае. Мало ли. Мало ли что там. Может, еще медленнее будем идти? Там могут Тонина убить вообще-то. Хватит, пожалуйста. Ты худшая папина ошибка. Сейчас я исправлю это. Стойте. Хьюго, держись подальше. Кто вы, блядь, такие? Мы заблудились. Мы уже уходим. Мальчика только отпустите. Слыхал, Рэми? Снова те воры. Нет, мы здесь впервые. Пожалуйста, отпустите его. Он из-за нас опоздал. Это наша земля. Рэми, разберись с ними. Смотри, не зачаруй меня. Но мальчишка будет ему уроком. Не стоило вам сюда заглядывать. Я могу за себя постоять вообще-то, блядь. На нахер! Хорош. Ай! А тут уже не успели. Тут уже не успели. Но я вижу его прекрасный нож. Смотришь, она явно действует наверняка. Останови, хватит. Ой, зря ты его ударил, блядь. Он же ж этот крысино-чумной король. Не надо было этого делать. Иначе ты сможешь пробудить вечное зло. Вот и все. Вот так оно и работает. Вот так и начинается. Если кто помнит, то проклятие до сих пор не снято. Семьи этой королевской. Ну, за которую мы сейчас играем. На мальчике до сих пор это жесть. И мы попадаем уже снова в Death Stranding. Потому что там примерно так же. Помните, кто играл, проходил, смотрел? Вот эти вот моменты, когда мы попадали на пляж. Чувствуется небольшой дежавю. Даже спрашивать не буду, почему мальчик здесь и где его сестра. Амиссия? Здорово, пацанчик. Ты меня не обидишь? Иначе тебе пизда, да? Все. Бля, хорошая птица. Жалко даже убивать. Где мы? Ну что, петушок, куда летим? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так, чума начинает прогрессировать снова. То есть, были какие-то лекарства, были какие-то обряды. Я помню, уменьшали его вот это вот чумное влияние. Постой, не улетай. Какая красивая птичка, да. Ты постой пока. Дядюшке Брейну надо полюбоваться. О, какой вид. Ты что? Да ты что? Ты смотри, как красиво, а? Не, ну ты реально красиво. Следуй за птицей. Та птица подождет. Ничего не случится с ней. А вид ждать тебя точно не будет. Ну, красиво же, да? Почему бы и нет-то? Можно о чем-то подумать. Если есть голова на плечах. Ну, а если нет, то побежали. Ну, вы поняли, да? Все в порядке, все хорошо. Тут, конечно, особо не поплаваешь. Хотя следы остаются. Смотри, прикольно. Даже вот такие мелкие детали вроде как сделаны. С графикой все в порядке. Она, кстати, довольно хорошо идет. То есть, с оптимизацией в новый Блоктейл все в порядке. Так, птичка куда-то слиняла. Мальчик, не забывай дышать. Не забывай дышать. Это самое важное. Ай-яй-яй, как красиво. Куда ты, птичка? Я хотел остаться, полюбоваться этими прекрасными видами. Мне нужно вернуться. Я хочу к сестре и к маме. Влажных пещер давно не было. Ну что ж, поехали посмотрим. Может, она знает, где они находятся. Может быть, они там. Мальчик просто слишком маленький мальчик, поэтому очень наивный пацан. И вот так вот у него вот. Может быть, они там? А может быть, они тут? Что такое? Что это за место? Амиция? Мама? Утка? А, лука. Где вы все? Какая-то жесть творится, не? Мне плохо. Мне очень хреново, говорит мальчик. Да, пацана вштыривает нормально. Как больно. Пожалуйста. Птичка, понятное дело, что куда-то пытается нас везти. Тут как бы... Ежу, понятно, да? Ну, пацану вот так херово, он просто идет уже автоматом. Хватит кричать на меня, помоги найти их. Ну да. Я помню, он, короче, какую-то шляпу принимал, и ему было нормально потом. Уйдите от меня, уйди. Ох, жесть. Хватит кричать. Хватит. Что тебе нужно от меня? О, как жестко. Хорошо, ладно, я иду, раз ты просишь. Мы не слышим никаких голосов, поэтому все, что происходит, это где-то там у мальчика в голове. Хотя можно было бы сделать как в Хеллблейд, например, да? Я не хочу умирать. А кто ж хочет, мальчик? А, я ползу. Я думал, это заставка идет, а оказывается, надо ползти. Хоть бы написали там, нажмите вперед, чтобы поползти немножко. Будет смешно, если окажется, что просто надо было скупнуться, и оно все проходит. Как рукой снимают, понимаешь? Мойся два раза в день, и никакая чумная крыса тебе не страшна. Да, пацан, это руки. А это твое лицо. Я же говорю, надо было просто помыться. Мойся, Майдадыр, блядь, давай, мойся. Это вода. Ты спасла меня, птичка. Можно я сюда еще вернусь? Либо пацан уже откинулся, либо реально птичка его спасла. Хотелось бы, конечно, верить во второй вариант. С пробуждением. Вы в Скайримере, господа хорошие. Мне снился сон. Опять тот старый остров? Да. Мне было плохо. Большая птица прилетела и спасла меня. Ой-ой-ой. Опять красивые виды. Да что же вы делаете, игроки? Точнее, разрабы. А мы, игроки, просто радуемся. Мы играли у реки, ты сказал, что очень устал. Я отнесла тебя обратно, потом заснул. Наверное, это от нехватки соли в организме. Ну, а Митция? В юге дорога была очень долгой. Мы все очень устали. Город совсем близко. Ой, мы едем на встречу с магистром Ордена Алхимиков. Он очень много знает о Макуле. Что же они не помогли нам в Гиене? Они не знали, что за нами стоит охотиться. Целая инквизиция с нами охотится. Теперь они готовы с нами сотрудничать. Будем надеяться, они загладят свою вину. Непременно. Макула — это не просто что-то там у Хьюга в Грови. Она может изменить все вокруг. Ну, то есть, все вот эти земли могут стать чумными. Сюда может прийти эта зараза, и все, короче, сдохнет. Это я объясняю для тех, кто не смотрел и не шарит. То есть, мальчика злить нельзя. Надо ему угождать во всем, и все будет в порядке. Здорово, а что случилось у вас там, холопы? Мы ищем мальчика и девицу. А что случилось? Забрались на чужую землю. Когда хозяйские сыновья попытались там что-то сделать, их убили. Какой ужас. Надеюсь, вы найдете виновных. Я тоже надеюсь на это, но мои племянники там были. Матушка, нам пора. Да. Простите, нам еще очень долго ехать, да? Здравствуй. Мы вас как бы не задержим. Мальчишка, это они! А ну иди сюда! Амиссия! Давай за повозкой, не дай уйти этой прошмандовке. Ай-яй-яй, блядь. Ай-яй-яй, ой-яй-яй. А, побежали нахер отсюда. Блядь! Я не заметил! Ты, сука, с кустами слился, говно! Так, ладно. Ладно, 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 хорошо. Ты не можешь идти туда. Погнали, я увидел. Кэффил, ты можешь сделать это. Как ты думаешь, они всегда... Они видят, да, где я? Блядь, да ты прикалываешься, что ли? Ладно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Держи, блядь. Держи, блядь. Держи, блядь. Побежали отсюда. Погибнешь ты, погибнут все. Блядь, они еще огонь бросают. Гребаные вы, сукины, дети, а. Ладно. Ран. 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 Надо бежать как можно быстрее отсюда. Окошко. Что это за канунады, блядь? Так, давай сюда. Да ну, сука! Тебе конец, ведьма. Ай-яй-яй. Что ж, вы дядьку пиздует. Вот и все, и до свидания. А нехрен было каркать под руку. Так, наверх давай. Камон, бейба. Давай, ищите. Ищите девочку. Они живы, да, естественно. Блядь. Ёбное веждение, а. Прощай, 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 прощай. Опа! Хорош. На, сука! Когда вы атакуете врага в ближнем бою, шум. Блядь. А нельзя у него меч забрать там или еще что-то? Так, чтобы уничтожить врага, попадите ему в голову из прощи. Давай. Ха-ха-ха. Прощай, головушка. Теперь там дырочка, мозги наружу захотели полететь. Побежали отсюда. Ой-ой-ой, налево давай. Бэнс. Прямое попадание. Горшочек. Иди сюда. Ай-ай-ай-ай. Бэнс. Хорош. Как мы ловко про это самое протиснулись. Там можно? Блядь, да, там можно. Стоять! Стоять! Нет! Давно! Я... Ну, там же два шага было. Там же было два шага сделать. Буквально рукой подать. Я что-то замешкался. Я хотел направо побежать. Так, ладно. Игра хочет, чтобы я продолжал. Я продолжу. Грёбанный копьеносец! Сука. Так, ладно. Ай! Вы же что такие меткие ковнюки? Я не понял. Так мы не договаривались. Я всерьёз ещё играть не начинал, если что. Это я балуюсь. Это баловство. Олежкины забавы, блядь. Там наверху горшочек остался, кстати. Незабранный. Ну, ничего. Всё. А Митца сама себе говорит, давай быстрее сюда. Матушка, нет! На, сука! Ой, 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 голова не там. Глюки. Глюки-баги. Я не знаю, что она ему хотела удушить. Удушающий. Но... Немножко не то, что надо было. Так. Бежим за матушкой. Матушка, я бегу! Так, на вашего спутника напали. Помогите ему, начи он погибнет. Матушка, опускайся! Ну, в смысле, чтоб не задело камни. О, боже мой. Хьюго. Он дышит. Это он от шока. Что ты так долго проходила? Всё, уже закончилось. Всё хорошо, всё нормально. Ну, как-то так. А Плактейл Реквием. Чумная сказка. Чужаки. Глава вторая. И всё-таки мы добрались. А тут же вот добрые люди. Здесь мы будем в безопасности, Хьюго. Этот город под покровительством графа Прованского. Это очень могущественный человек. А здесь красиво. Алхимики точно ждут нас? Магистр Водден сказал, что приготовил для нас дом. Целый дом? Да. Орден существует очень давно. У них есть свои дома, и не только. Это они построили лабораторию твоей мамы, и даже Шато. Да, какие они добрые. Класс. Дали нам целый дом. Всё потому, что ты для них очень важен. Дозволит ли Ваше Величество сопровождать вас? Дозволяю. Ну, красиво, да. Я же говорю, антураж очень похож на ведьмачей. Вот прям сильно. Оленина, свинина, подходите, попробуйте. Свежая речная рыба. Креветки. Иди с ним погуляй немножко. Дом находится в верхней части. Ты знаешь его по флюгеру в виде феникса. Понял. Будь очень осторожна. Амиция, смотри, ковуны. Ну что, тебе нравится? Мне здесь всё нравится. Тогда идём. Уверена, тебе много чего интересного тут понравится ещё. Ой-ёй-ёй. Можно ковунчика заценить, нет? С чего начнём? А что ты хочешь? Я хочу всё. Давай попробуем. Здравствуйте, женщина. Ох, какая козочка, да? Какие мальчики, какие курочки, блядь. Всё красиво. Так, что хочет попробовать наш молодой король? Я вот не понял. Ой. Ой-ёй-ёй. Привет, свинка. Жареное мясо. Подходите, попробуйте. Возьмите пакетик. Что это, блядь? А, это свинина, наверное. Здорово. Будем пробовать? Ой, как вкусно пахнет. Да, только вчера вот привезли. Пацанов. Ммм, неплохо. Да, понравилось. Но ведь это же не свинка. Нет. Это не свинка, мальчик. Ты живёшь в каком веке? Ну да. Всё в порядке. Вот свинка. Свинки и козочки, смотри, всё нормально. Всё в порядке. Так, что будем трогать? Будем, это, драконить гуся? Не, не будем? Бля, он испугался. А если он его клюнет, и тут чума начнётся? Я не хотел бы такого расклада. Но погладить гуся надо. Почему тут все стены оранжевые? Земля в этих краях такая, что цвет называется охра. Или охра-охра. Ну, поди, охровый такой. Ты какой, бля, охерохровый? Let's keep going, давай, пошли отсюда. С кем бы ещё потрендить? Что ты там пьёшь? Ладно, чтобы она там не пила, мне надо двигаться дальше. Красиво, красивенько. Слушайтесь сюда от имени графа Виктора Аральского. Приветствую вас на готтоярварке Святого Ивана. Да, не хотел бы я быть королём с таким именем, фамилией. Посетите рыбный торг. Попытайте удачу в игре на меткость. Первый раунд бесплатно. Куда идём? Фу, протухшая рыба. Она воняет, она долго здесь лежит на солнце. Видишь, там уже эти. Так, глашатый, что ты хочешь рассказать? Всё, я пришёл послушать, он свернул свитки и ушёл. Нормально вообще. Ладно. Погнали. Надо бы прицениться у того торговца. Что? Тут люди местные, они улыбаются. Да, действительно. Его удивляет тот факт, что люди улыбаются людям. Это хорошо. О, посмотри. А какую это кнопку надо нажать? Это какая? Альт? Какая кнопка там была? Там просто белый квадрат. Что у меня? У меня нет на клавиатуре белого квадрата. Так, хорошо. Конечно, кошельки ворвать мы тут не будем. Это немножко не та игра. Опачки, ковры. Ты смотри, какой там это продавец хороший. Какие коврики, а? 1300 год. Не хотите попробовать новую прическу? Так, женщина, отойди. Ради Христа, я тебя прошу, просто отойди. У тебя красивые волосы вообще томится. Тебе бы явно подошло. Бабах. Смотри, он что-то рубит. Слушай, ну я как на привоз попал прям. Нормально. Что тут? Ох, это винишко. Не хотите ли купить в подарок овцу? Овцу? Спасибо. Ему был прекрасный вкус. У кого, блядь, тот, кто купил овцу? Я даже не буду шутить на эту тему. Тут и так все очевидно. Здравствуй, женщина. Мебель просто загляденье, да? Нет, на самом деле, неплохо. То есть, так нормально. Вот пацан сидит, бухает. Чем тут еще заниматься? Не ковры же продавать, правильно? Ты представляешь, какую одежду можно пошить здесь? Так, малой побежал. Тихо. Разгильдай маленькие. О, бархатцы, примулы. Мальчик побежал искать свой гербарий. Только в цветах меня мама научила разбираться. У нас раньше был гербарий. Тогда не хотите ли купить цветочков? Спасибо, но мы их собираем... Мы их любим собирать. Семейная традиция. Понимаю. Приятного вам дня. Пацан тащится по цветам. Нет, нормально, чего? Опа, свежая рыбка. Мухи, по крайней мере, здесь не летают. Какой тунчик, а? Тунец лежит, смотри какой. Это может быть тот тунец, который, знаешь, ловят. Который, по-моему, внутри фиолетовый. Самый редкий считают, самый дорогой. Так, здесь снова жарят, не пойми кого. Первый раунд бесплатно. Подарок от графа Аральского, давай. Что скажете, сударыня? Вижу, у вас легкая рука. Это точно. Хорошо, какие правила? Нужно за четыре попытки сбить как можно больше кубиков. Все понятно? Да, по щебу, на вопрос. А чем будем бить? А. Хорош! Ты просто зверь. Давай еще раз. Как туда попасть бы? Щегоин, да, сейчас сделаем. Такой щегоин, блин, мало не покажется. Ну, вроде как четыре попытки. Мне кажется, он не очень рад. Ну, приятно, что дать. Вы лучший игрок за сегодня. Думаю, нам пора идти. Новое воспоминание, лучший игрок. Прикольно. А, Мишка мой, где подарок? Нажми. Это тап, наверное, или что это за кнопка? Надо посмотреть в раскладке, что там за кнопка, потому что она не отображается. Ладно, пошли посмотрим, что здесь творится. О, Факир! Факир это всегда круто, особенно вечером. Сейчас оно не так сильно круто смотрится, а вечерком это да, это парень творит чудеса, Сойча делает. Хо-хо-хо! Десять очков к Гриффиндору, пошли наверх. Может быть, у него батя был драконом, или у него просто изжога, никто же не знает на самом деле. Тут кого-то линчевали, видишь, он, за плохие оценки. Так, побежали. Мне здесь уже нравится. Есть идея, давай-ка я тебя подсажу, а ты посмотришь, что там происходит. Оп, готово. Ну как тебе там, нормально? Да, отсюда все видно. Ура! Чему радуемся, непонятно, просто ура. Прекрасно. Вот так вот люди развлекались. Все было нормально, все было в порядке. Все, малой, слезай. Ты же не маленький, не легкий пушок. Мне нравится. Как здорово. Все, молодой человек, моя шея не резиновая, так что все. Матушка, наверное, заждалась нас уже там. А, ты хочешь, б я тебя так покатал даже? Ну давай. Вот только один маленький вопрос, а где наша матушка? Хрен его знает. Ориентира никакого нет, поэтому идем по зову сердца. Люди не знают ни о чем плохом, что творится вокруг. Думаю, они знают, просто они хотят отдохнуть от этого. Они типа хотят не думать о плохом, а думать только о хорошем. Но в наше время так не получается. Я тебя спущу, мы так быстрее дойдем. Все. Я не знаю. Наверное, где-то наверху надо, да, посмотреть? Интересно, дом большой? Сейчас какой-нибудь подвальчик выберем, нормально. Разумеется, королевские покои никак иначе. Короли только в покоях королевских. Смотри, какой видок открывается, да? Красивый. Там, кстати, вода. Какой-то галеон стоит или что-то похожее. Матушка. Надо бы найти матушку. Я не знаю, где ее тут носит. О, отсюда будет еще лучше вид, кстати. Смотри. О, вот они. Ну как ярмарка? Там есть, короче, все. Нужно будет как-нибудь туда сходить вместе. Конечно, нам нужны свежие травы. Надо же, ведь это место может стать нашим домом. Да, дом. Уже как отвык я от этого слова. Хорошо, что мы сюда приехали. Кажется, кому-то пора спать. Я совсем не устал. Ну, конечно. Пошли, посмотрим дом. Пошли, посмотрим. Похоже, нам сюда. Нет, смотрится неплохо. То, что у них глина такая, это даже прикольно. Все красное. It's nice. Виняшу nice. Давай. Готовы? Да. Пошли. Вот мы и дома, Хьюго. Наш новый дом. Давай его осмотрим. Да. Что, подзалипший, что ли? Ладно, это подождет. Матушка, где будет комната нашего короля? Наверху. Я уже постелила. Спасибо. Иди сюда, сонная ты чудовище. Амитция, ты должна туда отправиться. Отправиться куда? На остров. Он и тебя исцелит тоже. Кто? Кто бы то ни был, это было бы неплохо. Да. Да. Ты слишком много думаешь. Временами лучше довериться своей интуиции. Я пытаюсь, но я не понимаю логики процесса. Вещества подчиняются законам природы, как и макула. Это не обязательно может быть что-то другое. Достаточно просто чувствовать. Может, я не умею просто чувствовать. Умеешь, иначе ты бы не сомневался в себе. Хьюго, нет! Жесть. Я убью вас, если понадобится. Я убью вас всех, суки, до единого. Амитция, ты чего? Что опять происходит? Опять кошмар? А, его штырит. Макула. Или макула. Ну, вы поняли. Это все шок. Наверное, это происшествие его пробудило. У нас было полгода передышки после второго порога. Но равновесие в его крови очень неустойчиво. Амитция, отправляйтесь с Лукой и отыщите магистра Водена. Передайте ему, чтобы он поскорее пришел сюда. Да, сейчас. Амитция? Амитция? Знаю, мы будем осторожны. Как никогда. Тут, пожалуй, мы закончим. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите посмотреть, что будет дальше, поставьте лайк этому ролику. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И залетайте в Телеграм-канал. Ссылочка в описании под видео. С вами был Брэй. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok